Сборка геномов ДНОВА из относительно коротких сиквенсных прочтений, производимых платформами, которые мы только что с вами рассмотрели, является одной из основных задач в биоинформатике. Однако же применение некоторых молекулярно-биологических подходов способствует упрощению этой работы. И давайте рассмотрим один из таких подходов, предлагаемый компанией «Иллюмина», позволяющий получать так называемые синтетические длинные риды. В чем же заключается этот метод? Сначала молекулы ДНК фрагментируют на относительно протяженные участки порядка 10 000 пар нуклеотидов и коллегируют адаптеры. После чего молекулы ДНК распределяют таким образом в планшетах, чтобы в каждой из лунок находилось по три типа фрагментов ДНК, представляющие три разных участка генома. Поскольку платформы компании «Иллюмина» не способны работать с длинными фрагментами ДНК, молекулы фрагментируют с помощью фермента, разрезают их на более короткие, далее метят их индексами таким образом, чтобы в каждой лунке индексы были свои. После чего проводят секвенирование на платформе «Иллюмина Хайсек». Тот факт, что каждые лунки библиотеки были помечены своими индексами, позволяют из коротких прочтений собрать более длинные синтетические прочтения, ну и в дальнейшем собрать более длинные контиги при сборке генома. Одним из наиболее интересных подходов, позволяющих секвенировать наиболее протяженные фрагменты ДНК и облегчающие сборку генома, является технология, предлагаемая компанией «Pacific Biosciences», которая позволяет секвенировать непрерывные последовательности ДНК размером до 30 000 пар нуклеотидов со средней длиной прочтений от 10 до 15 000 пар нуклеотидов. Особенностью этой платформы является еще и то, что молекулы ДНК секвенируются без этапа амплификации. Давайте рассмотрим, каким же образом проводится секвенирование на платформах «Pac-Bio». Для того, чтобы просеквенировать ДНК, одноцепочную нить ДНК помещают в лунку, где располагается фермент полимераза. Секвенс начинается с праймера, универсального праймера, который связывается с адаптером, после чего начинается секвенс непосредственно интересующего нас фрагмента ДНК. Во время секвенирования в лунку также помещаются нуклеотиды, и каждый тип нуклеотидов мечен своей флуоресцентной меткой. И в случае, если нуклеотид присоединяется в растущую цепочку ДНК, происходит высвобождение флуорофора, что детектируется камерой секвенатора, и таким образом, последовательно присоединяясь разные нуклеотиды, высвобождают разные флуорофоры и восстанавливается нуклеотидная последовательность, исследуемая нами ДНК. Эта технология, как я уже сказала, позволяет получать очень длинные прочтения, однако же частота ошибок, производимых секвенатором, довольно-таки большая, что не позволяет использовать этот подход для поиска нуклеотидных полиморфизмов. Но в то же самое время этот подход очень удобен, если мы секвенируем геном ДНОВА и хотим собрать большие непрерывные контигии и скафалды. Одним из наиболее многообещающих методов, который обеспечит очень длинные и очень дешевые прочтения генома, является метод, основанный на секвенировании с помощью нанопора. Совсем недавно, в 2014 году, компания Oxford Nanopor Technologies предложила новую разработку – секвенатор Minion, которая позволяет секвенировать с помощью нанопора, и мы видим его на данном слайде. Это очень небольшой секвенатор, результаты секвенирования которого будут стоить относительно недорого. В чем же заключается основной принцип секвенирования с помощью нанопора? секвенатор представляет собой камеру с электролитом и нанопорами. При приложении электрического поля молекула ДНК протягивается через нанопору, но поскольку конформация нуклеотидов отличается немного друг от друга, то и сила тока при прохождении разных нуклеотидов через нанопору будет тоже отличаться. И таким образом можно определить нуклеотидную последовательность исследуемой ДНК. Сравнение платформ можно проводить по нескольким параметрам, например, по максимальной длине прочтения, по производительности секвенатора, по времени работы, по проценту ошибок, по типу ошибок и по стоимости секвенирования генома. Итак, как мы видим, наибольшую длину прочтения обеспечивает платформа Пакбая, позволяющая получить последовательность цепочки ДНК до 30 000 нуклеотидов. Также довольно длинное прочтение, сопоставимое с прочтениями методом Ксенгера, позволяет получить платформу РОЖ-454 до 1000 пар нуклеотидов. Сравнивая производительность секвенаторов, мы видим, что наибольшую производительность имеет платформа Хайсек компании «Люмина», позволяющая получить до 500 миллиардов нуклеотидов за один запуск. Тем не менее, запуск данного секвенатора является довольно дорогим, и если мы реализуем какие-то небольшие геномные проекты, это не всегда оправдано. Если мы секвенируем бактериальные геномы, либо какие-то фрагменты геномов, имеет смысл запустить другую платформу, такую как «Айн Торрент» либо «Иллюмина Майсек», позволяющая получать хоть и меньше данных, но прочтения будут длиннее, и время работы секвенатора тоже будет меньше. Мы видим, что уровень ошибок варьирует от 0,1% до 1% почти у всех платформ, однако наибольшее число ошибок обеспечивает платформа ПАГБА. Таким образом, результаты, полученные на данной платформе, необходимо корректировать результатами прочтения генома с помощью других секвенаторов, либо необходимо увеличивать покрытие генома, если мы используем для секвенирования генома только одну платформу. Различные платформы отличаются и по типу ошибок. Например, платформа «Иллюмина», обеспечивая секвенирование путем синтеза, при синтезе цепи ДНК, может включить неправильный нуклеотид, и таким образом может получиться ложная нуклеотидная замена. И мы должны иметь это в виду, если мы работаем с данными «Иллюмина». Кроме того, платформы такие как РОЖ-454 и Айн Торрент могут ошибочно определять количество идентичных нуклеотидов в одной цепи ДНК, идущих друг за другом. И, например, вместо четырех нуклеотидов, идентичных нуклеотидов, детектировать три либо пять. И таким образом мы получаем ложные инсерции и делеции. Все эти ошибки необходимо знать. И для того, чтобы убедиться в отсутствии или присутствии той или иной замены, необходимо провести подтверждение этим данным с помощью секвенирования по Сенгеру, например. Либо используя альтернативную платформу для секвенирования. Оценивая стоимость секвенирования генома, мы видим, что самая дешевая секвенирование большого генома обеспечивает платформа Illumina HighSec. Но, тем не менее, если нам не нужно секвенировать большой геном, а нужно просеквенировать маленький либо только фрагменты, это не всегда оправданное использование этой платформы. И лучше применить платформы, хоть имеющие более дорогую стоимость секвенирования гигабазы, но все-таки позволяющие получить быстрый результат и оправданные с точки зрения цены за один запуск секвенатора. Секвенирование с помощью метода Сенгера является наиболее дорогим, если мы хотим просеквенировать геном. Но эту технологию все еще применяют для того, чтобы секвенировать небольшие фрагменты генома либо валидировать нуклеотидные мутации, найденные на платформах для секвенирования нового поколения. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели основные принципы секвенирования ДНК, познакомились с существующими платформами как для полногеномного, так и для таргетного секвенирования. Теперь мы знаем, что такое ДНК-библиотеки, какого типа библиотеки нам необходимо готовить, если мы хотим просеквенировать геном ДНОВА. Теперь мы знаем, как можно просеквенировать много разных библиотек за один запуск секвенатора и ничего при этом не перепутать. Я надеюсь, что эти знания вам пригодятся в дальнейшей работе для формирования своих собственных научных задач, для анализа данных. Спасибо за внимание!